Орел-Изумруд этой территории считается сельской, но отличить ее от городской теперь сложно. Четвероклассник Ренат Шемездинов учится во вторую смену, поэтому на спортплощадке он и до уроков, и после. Говорит, что отличника занятия во дворе только этому способствуют. Я стараюсь меньше сидеть в компьютере и хожу гулять. Мальчишки не только играют с мячом, но и осваивают недавно установленную площадку для воркаута. Местные жители довольны, теперь подростки не уходят со двора, занимаются на глазах взрослых. Я как посредник между жителями и администрацией. То, что жители хотят, я, конечно, обращаюсь к администрации, и по силе возможности то, что могут, они нам помогают. Но, конечно, хотелось бы еще больше. Детей с каждым годом становится больше, а значит и потребность в детских площадках, местах, детских садах и школах возрастает. Самое главное, что есть взаимопонимание, и люди выходят на субботники, чтобы помочь рабочим, которые установили спортивный комплекс и сейчас разравнивают территории вокруг него. А подростков у нас, в принципе, занять так в ближайших территориях было проблематично. Но в данный момент они у нас уже готовы, все установлены. Но мы с вами тоже понимаем, что именно завершить полностью все работы очень сложно. Поэтому с помощью общественности, ТОСов, жителей мы собираемся с субботниками и наводим благоустройство на данных территориях. В Адлерском районе установлено 34 площадки для занятий воркаутом. В Хостинском 13 и 3 дополнительных, существующих в центре Сочи. Благодаря этому проекту молодежный воркаут на курорте стал гораздо популярнее других видов спорта. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.